Из-за роста заболеваемости ковида Минздрав Ингушицы увеличит стационарный коечный фонд до 500 коек, сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Магомед Башир Балаев на совещании в правительстве. Сегодня в пяти медорганизациях региона коечный фонд будет увеличен до 465 коек. Свободный коечный фонд составит 19%. При необходимости его доведут до 1085 коек. При этом дополнительно имеется возможность перепрофилировать участковую больницу под ковид-госпиталь на 60 коек. Согласно информации Минздрава, в связи с ухудшением эпид-ситуации, перенесены сроки оказания плановой медпомощи в стационарных условиях взрослому населению. За исключением пациентов с заболеваниями и состояниями, представляющими угрозу здоровью и жизни. При остановленных людей в георгических службе диспансеризации взрослого и детского населения, в углубленной диспансеризации и в партийниках организованных приемов заболеваний. Обеспечено дистанционное формирование листов нетудоспособности. Увеличено количество бригадов по медицинской помощи пациентам с подозрением и подтвержденными диагнозами новой коронавирусной инфекции. В настоящее время в Республике Минздрава работает 15 лабораторий, осуществляющихся силами граждан на обновлении коронавирусной инфекции. В том числе развёрто 6 лабораторий в медицинской организации, государственная система для оборудования, 8 частных лабораторий и 1 лабораторий, это центр геном и педеринологии в Республике Минздрава. На сегодняшний день проведено 664 тысячи исследований, в том числе 2041 за последние сутки. Из них количество биопров в положительных тренингах составило 358. В соответствии с приказами здравоимушетия организовано оказание медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией на дому. Организована работа единого номера 122. Задействованы 5 операторов единого центра, которые перенаправляют вызова в облогу на медицинскую по месту жительства. Всего задействованы 36 операторов, в том числе и волонтеров. Продолжение следует...